Так, всем привет! Всем привет! И я хочу начать этот эфир с песни первого моего мюзикла. Первого мюзикла, в котором я приняла участие. И это баллада о маленьком сердце. Одну секундочку. Так, настройки сети, проверка связи. Всем-всем привет, привет, ребята! Как ваше настроение? Пишите, как у вас проходит карантин. Я обязательно все прочитаю. Также отправляйте свои запросы на участие в эфире. И, возможно, именно вас я выберу для ведения эфира вместе. Всем привет, привет, привет! Привет! И снова зима И падает снег Милая мама моя Мой дорогой человек Сплю и молюсь за тебя Плачу и сильно люблю Снежные сны декабря Снежные сны дарят мне песню твою Снег, если ты меня слышишь Тихо прошу об одном Реки, деревья и крыши Ты укрываешь теплом Там, где не тает надежды Добрый живет человек Ты береги его нежно Сказкой согрей его снежной И белой угутой одеждой Снег, снег, снег Снег, снег Я верю в тебя Я верю и жду Одна мы семья И знай Тебя я найду Там, где летят журавли Там, где живут облака На снежной вершине земли У маленького ледника Снег, если ты меня слышишь Тихо прошу об одном Реки, деревья и крыши Ты укрываешь теплом Там, где летают надежды Добрый живет человек Ты береги его нежно Сказкой согрей его снежной И белой угутой одеждой Снег, снег, снег Снег Как-то вот так И баллада о маленьком сердце Принесла большую часть И большой, так сказать, успех Большое спасибо Большой успех в мою карьеру Как актрисы Это мой первый мюзикл И первая постановка Где я познакомилась со всеми людьми Которых знаю и по сей день И с которыми дружу И с которыми общаюсь И всех очень сильно люблю И также люблю этот мюзикл Вот, поэтому как-то так Дальше я бы хотела спеть Вторую песню Которая стала Вторым моим проектом В компании Айвенга Привет-привет Всем привет И эта песня Опустела без тебя земля Эта песня Из спектакля Сквозь время Он также шел Недавно Вы могли его увидеть С трансляцией в ютуб И можете увидеть Сейчас в записи Поэтому все переходите Смотрите Ну а сейчас Я спою вам песню Именно из этого мюзикла Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Субтитры Алексею Дуброва Пока земля, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нишность. Ну, я думаю, вы уже поняли то, что в компании iVengo я работаю довольно давно, уже на протяжении около шести где-то лет, и эту компанию я очень люблю, задавайте свои вопросики, я на все отвечу. Итак, следующая песня это из Exupery One Love, да-да-да-да-да, Маленький принц, я также недавно смотрела трансляцию этого спектакля, этой постановки в ютуб, тоже можете перейти и тоже можете посмотреть в записи. Ну, а сейчас я хочу вам спеть песню из новогодних спектаклей Новый год легенды пиратов, спасибо большое, Новый год легенды пиратов, из Леди Совершенства споешь, обязательно спою, но ближе уже к концу трансляции, для начала я хочу спеть именно те песни из репертуара Цирка Чудес. Итак, я искала тебя. Я парила в невесомости, я искала берег свой, вел меня по краю пропасти, за собою образ твой. В прошлое опять так хочу сбежать, нет дороги назад, но куда идти не знаю, в этом ты виноват. Я искала тебя во сне, я искала тебя всегда, я ждала тебя сквозь города, как никто другой. Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Быть с тобой хочу отчаянно, тенью стать судьбой твоей, а сгорать на расстоянии, с каждым часом все больней. Я тебя ждала, я тебя ждала, я в раю была, ты со мною парил. Как же я тебя любила, как же я тебя любила, знаю, ты не забыл. Я искала тебя во сне, я искала тебя всегда, я ждала тебя сквозь города, как никто другой. Я искала тебя во сне, я искала тебя всегда, кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Как-то так эту песню я пела для тех, кто только что пришел. Спасибо большое, да, я тоже вижу, как Вова сидит у костра, Кристина пишет это письмо Вове. Спасибо большое, спасибо большое всем. Итак, я сейчас могу поотвечать на ваши вопросы. А потом тоже спою песни из всяких спектаклей «Цирка чудес». Сейчас попугай... Спасибо большое, спасибо. Мы живем не на планете. Да, я это все помню. Помните, какой любимый проект? Это очень сложный вопрос. Ну, я не знаю даже, честно сказать. Я не знаю, это правда, это очень сложно. Много любимых проектов. Все люблю проекты, все очень люблю. Все, абсолютно. Но, наверное, один из самых любимых, это сквозь время. Именно потому что, потому что это после долгого перерыва отсутствия меня в цирке был мой первый проект. И те репетиции, когда мы уходили в ночь, когда я ждала папу, когда он приедет за мной и заберется с репетиции. Это было очень круто и очень как-то, не знаю, атмосферно. Вот. Чем я занимаюсь на изоляции, на самоизоляции? Чем я много всего делаю, придумываю песни. Уже несколько песен есть авторских. Те, которые я сейчас пишу на данный момент. Я нахожусь на даче и, к сожалению, забыла взять свой синтезатор, свое фортепиано. Но я надеюсь, что в скором времени я приеду, заберу и обратно приеду на дачу. И все будет круто. И я возьму и уже продолжу писать в полном объеме. И продолжу писать, собственно, сами аранжировки. Так. Хотела бы я сыграть роль Юльки? Я думаю, да. Потому что у меня была такая мечта. И сейчас она по сей день есть. Если бы балладу возобновили, я бы с радостью сыграла роль Юльки. Да, я научилась более-менее делать какие-то дэнки, какие-то аранжировки. И поэтому пытаюсь как-то более-менее сама делать аранжировки себе. Уже есть парочку аранжировок. Когда сольный альбом? Сложный вопрос, но я думаю, где-то летом, где-то в начале августа он выйдет уже. Это абсолютно твоя роль. Спасибо большое всем. Но сейчас я бы хотела спеть песню «Крылья» Из не менее моего любимого спектакля «Новые приключения Бабы Яги». Поэтому... Ты хочешь быть отважным, окна открыть, силы собрать кулак, Но в тишине твой голос. Слышен едва, слышен едва, просто скажи однажды. Я не боюсь, делая первый шаг и повторяться эхом. Эти слова, эти слова, и в одну вдруг сольются сто дорог. Я расправлю крылья за твоей спиной. Станет небо ближе, если ты со мной. Три Илья, ты не потеряй, выше, к солнцу в свет со мною долетай. Хочет, бывает, каждый, крылья сложить, свет погасить внутри. Смелым бывает страшно, пусть кругом сма мы фонари. Каждый здесь свет лечет с большой судьбой. Ярче свет коснет боль. Я расправлю крылья за твоей спиной. Станет небо ближе, если ты со мной. Станет крылья, ты не потеряй, выше, к солнцу в свет со мною долетай. Станет небо ближе, если ты со мной. Станет небо ближе, если ты со мной. Ярче свет коснет крылья, ты не потеряй. Ближе к солнцу в свет со мною долетай. Выше к солнцу в свет со мною долетай. Выше к солнцу в свет со мною долетай. И мне очень грустно. Поэтому, да. Как жалко, когда ты вырастешь из ролей или проекты в своем участии закончатся. Я думаю, что нет. Думаю, что они не закончатся. И думаю, что нужно жить дальше. Думаю, что всегда найдутся какие-либо роли для подростков, для уже более взрослых ролей. Они тоже есть. И они тоже бывают. Но на крайний случай я открою свой театр. И буду ставить постановки сама. Ну, или же пойду в журналистику, в режиссуру. Думаю, меня в цирк через будущем когда-нибудь в моих мечтах возьмут. Как хотя бы помощника режиссера. Я была бы этому рада. И сейчас я поотвечаю на ваши вопросики. Итак, сколько мне лет? Мне 13 лет. И в октябре, 1 октября, в Международный день музыки, мне исполнится 14 лет. Споешь свою песню сегодня? Да, спою. Наверное. Ну, думаю, что да. Думаю, что спою. Почему бы и нет? А я буду набирать творческую команду проекта? Да, конечно. Конечно, я буду набирать свою. Ты кто? Я актриса, театров, репортер, вокалистка, певица. Ну, и так далее. Там можно много чего перечислять. Много всяких направлений, в которых я себя пробую, в которых я себя нахожу. Как-то так. Так, есть запрос на эфир. Давайте я... Почему у меня не нажимается? Вот, всё нажалось. Добавляю. Прикольно, спасибо большое. Можете задавать свои вопросики. Я на всё-всё-всё-всё отвечу. И можете писать песни, которые вы бы хотели услышать сейчас в моём исполнении. В каких спектаклях ты играешь? Ну, я начну с спектаклей Айвенга. Это новые поключения Бабы Яги. Потом, что у меня? Так, ну да, на данный момент только это. Из этого... Так, дальше, что у меня? Леди Совершенства в Моктьюс. Потом Баби Бунт в Театре русской песни. Надежда Бабкиной. И что-то у меня ещё есть. Я так, честно сказать, вспомнить не могу. Мне нужен список, который будет мне это себе подсказывать. Потому что сейчас очень долго перечислять. И в которых я играла, их тоже очень долго перечислять. Потому что там более 25, по-моему, спектаклей, в которых я уже успела принять части. Итак, запросы тогда... Сейчас с нами в эфир выйдет международный уже почти критик спектаклей Егор Боженков. А вы просто... Да, должен был быть спектакль. Привет, Егор! Привет, привет! Как твои дела? Как твое настроение? Чем занимаешься в самоизоляции? Хорошо, хорошо. Солнышко на улице. Гулять можно. Здорово. Ну, я вот не гуляю. Я со дня рождения также Алины, также юной актрисы «Цирка чудес» Алины Сулеймановой. И после ее дня рождения я ни разу не уходил даже на улицу. Только вот к окну вот так вот хожу, выглядываю. А так я в основном в интернете смотрю онлайн-трансляции спектаклей. Спасибо «Большое цирку чудес» за «Маленького принца». Как раз был очень рад Адама посмотреть роль Лиса, потому что я именно его не видел в роли Лиса. И также благодарен за трансляцию сквозь времени, потому что ты и Соня Екушева невероятно здорово сыграли сестер. Я на премьере был, когда играла Теира Муханова, а с Соней вы еще интереснее сыграли, потому что вы так и по характеру, и очень внешне друг на друга похожи. Поэтому спасибо большое за эти трансляции. Я также собираюсь посмотреть свои обзорчики, которые я снимал на разных проектах, в том числе на Балладе. Хочу очень «Дорогу в Рождество» вспомнить, где ты играла на Новый год. Вот. И жду, леди совершенства, есть любительские записи в интернете. Я жду, когда областной тюз все-таки даст ссылку на киноверсию «Леди совершенства». Там, правда, не ты, а Маша Ивашенко ее выиграешь, но я думала, что тоже будет интересно всем посмотреть киноверсию спектакля, в которой ты тоже задействована до сих пор. Да, я тоже очень хотела бы посмотреть, как это выглядит со стороны, так как давно я этого не видела, уже как почти три года где-то я играю в «Леди совершенства». И с тех пор я ни разу не видела этот спектакль из зала, я бы очень хотела посмотреть, только на записях мамы или папы, или бабушки, или дедушки, и всех-всех-всех-всех остальных родственников и друзей. Когда с Тимой Клюевым приходили, там немного мама Тимы поснимала, как раз спектакль с собой, с Наташей Быстровой, с Сашей Чейкиным как раз. Но все-таки, конечно, было бы здорово посмотреть от начала до конца любые спектакли. И я благодарен тем, кто является покойником баллады, потому что мы с мамой смотрели полную версию музыкала баллады «Мальком Терцес» с Машей Поротиковой в главной роли Юльки. Это очень замечательно, хорошая профессиональная съемка, и тем рекомендую посмотреть все то, что есть. Пока, я думаю, до лета мы, к сожалению, обходимся без спектаклей в режиме реального просмотра, поэтому онлайн-просмотры, я думаю, что сейчас компенсируют. Ну, а касаемо меня, я хочу пообещать «Цирку чудес» всем его артистам продолжать вас поддерживать в онлайне пока что, а после завершения карантина я сейчас дописываю диплом и готовлюсь выходить на работу уже с сентября. Все-таки обещаю вас продолжать всех поддерживать после окончания карантина и уже своих будущих учеников тоже приглашать на представление «Цирка чудес» и других замечательных площадок этих. Спасибо большое, всем удачи, хочу желать крепкого здоровья, не рисковать своим здоровьем, и, конечно же, отличного настроения и всего самого наилучшего. У тебя, Алина, удачного продолжения эфира. Спасибо большое, спасибо. Так, меня тут просят петь. Я могу вам спеть небольшой кусочек своей песни, но, как на носовке, у меня на руках нет. Я спою «Экапельна», а вы пишите свои запросы на песни, я их тоже спою. Так, с вопросики. Алина, по каким спектаклям ты больше всего скучаешь? Из тех, кто уже... Какие спектакли уже прошли, это, наверное, баллада, потому что я её тоже недавно пересматривала, и прям слёзы на глаза катятся, потому что очень возникает чувство ностальгии, и ты вспоминаешь те времена, те репетиции и всё-всё-всё-всё-всё вот это, и возникает ностальгия какая-то такая, да. А по тем, которые идут сейчас, это, наверное, больше всего приключения, новое приключение «Баба Египта», потому что Адам, он крут, Вова крут, и они часто что-нибудь приносят покушать из зала. Такое тоже бывает, когда им дают что-то зрители, они приносят всё это за кулисы, и это очень круто, класс. Вот, как-то так. Так. Сейчас пишите свои предложения по поводу песен, я всё спою. Так, о своём участии в «Дорога в Рождество». Как это было? Как я пришла на кастинг? В принципе, режиссёром этого проекта выступал Алексей Фроленков, он также был хореографом в «Балладе маленьком сердце», и вышел это абсолютно случайно, тогда я репетировала вообще другой проект, цирк «Дашка Стюк», и просто как-то мама приехала и говорит, «Арина, ну там кастинг, ну поехали, чего, была не была, попробуем, собственно». Мы, значит, приехали, а стояли огромную, просто гигантскую очередь, там этажи, на полтора этажа они полностью были забиты, мы там стояли очередь, но в итоге потом, когда у нас уже начинался прогон, а я в том цирке была в главной роли, нас очень попросили приехать обратно, ну и мы попросили как бы пройти вперёд. Мы прошли вперёд, я спела, станцевала, ну и прочитала небольшой кусочек басни. Потом, через некоторое время, маме позвонили и сказали, что я успешно прошла кастинг. Ну, я, конечно, обрадовалась, это был мой, да, это был мой первый новогодний проект, первая новогодняя сказка, которая, ну там, шла определённый период. Ну, я согласилась, соответственно. Мы приехали на репетиции, ну и всё, и так всё началось. Сначала мы вообще не понимали, в принципе, что происходит. Также в других главных ролях на моей линейке были девочки тоже из баллады, тоже из Цирка Чудес. Так вот, ну так я там и, собственно, оказалась. Потом тоже были ночные репетиции, были репетиции, когда нас очень сильно долго мучили, когда у нас проходил только один состав, а мы сидели в зале, когда проходила только я, я целый день на сцене там, пришёл без воды, без еды, без всего. Ну, в общем, как-то так. Но потом мы успешно отыграли премьеру, успешно отыграли Патриаршу Ёлку, которую тоже сыграла я. И я очень сильно скучаю по этому проекту. Да, я по всем принципам своим проектам скучаю. Песенку напишите мне какие-нибудь свои предложения по поводу песенки, и я что-нибудь спою из ваших предложений. И сейчас я хочу вам спеть песню «Мама, мне нужен Рома». Вера, думаю, с Викой оценит эту песню, потому что они её уже знают. «Мама, мне нужен Рома!» Я не могу без него. «Мама, мне нужен Рома!» Не говори ничего, мама, мне нужен Рома, я не могу без него, как туча не может без грома, мама, мне нужен Рома, не говори ничего, я не хочу другого, ну и там, и так далее, и так далее, и так далее. Если хотите, напишите, хотите ли вы, я спою совсем маленький кусочек из своей новой песни, на которую я уже начала делать аранжировку, ну прям совсем маленький, потому что песня ещё, в принципе, сама до конца не дописана, окончательного варианта музыкального её нет, так как единственный инструмент на даче у меня это укулеле, поэтому приходится подбирать только так. Хотим, так, давайте ещё два человека, если напишут то, что они хотят, то я спою, если нет, то нет, потому что я хочу, чтобы это был максимальный сюрприз, потому что эту песню, она у меня вообще как бы укола пришла абсолютно спонтанно, и написала её тоже очень быстро довольно, но окончательного варианта её ещё нет, и думаю, будет только числа к 12 мая, где-то так, приблизительно, это я так, чисто наобум сказала число. Хотим, ну ладно. Твои сладкие губы на вкус как карамель, все подружки мне сказали, ему больше ты не верь, потерялась в лабиринте твоих живых раз, все красивые цитаты, это больше не про нас, это больше не про нас. Как-то так. Это припев, совсем маленький кусочек, но это ещё далеко не всё, там много чего ещё нового, и, наверное, удивительного, я не знаю, что-то, наверное, в этом роде все синонимы к этому слову. Сейчас я могу поотвечать на ваши вопросики, могу подобавлять вас в эфиры, могу спеть песенки, которые хотите вы, ну и так далее. Так, кто-то мне отправил запрос на прямой эфир. Так, мне тут отправили два человека, ну давайте первый. Кто есть? Так, кто-то там не может присоединиться, давайте присоединить второго человека. Так, кто же не может присоединиться, видимо, что-то со связью не так. Пишите свои песенки, я могу для вас спеть что-то ещё. Ну и после этой песни, думаю, что эфир можно уже будет подводить к концу, да. 30 минут, в принципе, прошло, и это, думаю, этим песен. Я не знаю, что ещё можно спеть. Микстон поёшь? Нет, честно сказать, не знаю таких исполнителей. Так, посмотреть, давайте кто-то просится к нам в эфир, ну давайте добавим. Итак. Отклоняяя, отклоняяясь люди запросы. Так, пишите какие-нибудь свои песенки, я не знаю, спой на английском или французском. Если я спою на французском, то я думаю, многие поймут, что это будет за песня, так как это единственная песня, которую я знаю на французском. Так как я его, в принципе, не изучаю вообще, ну и так знаю только нон-гэдэхэян. Катюшу, вот, давайте, и сквозь время. Давайте сейчас сначала Катюшу, потом и сквозь время. Рассветали яблоки и груши, поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Как-то так, 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 что можно у нас спеть и сквозь время? Я сейчас нервно вспоминаю песни и сквозь время. Помните, что в прошлом много есть хорошего, Будущее с прошлым связывает нить. И всё то хорошее, что случалось в прошлом, Как цветок в ладошках память сохранит. Я уже начала петь свою партию, потому что мне петь и привычнее. В принципе, эту песню я не вспоминала, поэтому пела свою партию. Так, что-нибудь из рейдисовершенства? А, чтоб спеть. Так, я сейчас подумаю, что можно спеть. Кто ангены и простуды, лечит больше, чем микстуры, И легко, без затей, лучше всяких врачей, всех людей спасает. Летом и зимой, лишь улыбкой одной. Вот так вот. Эту песню мы тоже там же поём. Это наша четверостиша, детская, так сказать. Привет, привет, спектр, привет, наш любимый Валес, Которым я тоже успела уже выступить, Как сквозь время, так и много где ещё. Итак, я могу подключать на ваши вопросики интересующие, Могу подсказать, как с чего начать, Как с этим артистом, в принципе. Так как что-то я в этом уже понимаю. Как-то так. Спасибо за эфир, вам большое спасибо. Спой из Леди Совершенства. Я сохраню эфир, я эту песню уже спела из Леди Совершенства, Из этого мюзикла, и вы сможете посмотреть. Но всем большое спасибо за эфир, И всем пока-пока! У-ху!